Получение питьевой воды с неба. Не знаю, как у вас, а у меня из крана течет вода, совершенно непригодная для питья. Даже после повторного кипячения образуется осадок. Поэтому я взял пример жителей Юго-Восточной Азии и получаю воду для питья с неба. В Таиланде такая вода так и называется Pue Raining Water. В Таиланде, кстати, живет людей чуть меньше, чем в России. Только, пожалуйста, не нужно говорить, что с неба падает отравленная вода. Может быть, в Москве или Санкт-Петербурге, где жить нормальному человеку невозможно, это так, но у нас все по-другому. Я живу в своем доме в предгорье Кавказа. Сюда южные ветра приносят дожди из Средиземноморья. Первую порцию дождевой воды, конечно, нужно слить, она с пылью, а потом получается очень даже хорошая для питья вода. Есть еще одна тонкость. Дождевую воду можно получать только с железной крыши, никак не с шифера. Для очистки души вы можете перекипятить воду. Пара слов о криках о том, что в воде должно быть достаточное количество кальция. У меня на участке живут курицей. Каждый из них приносит каждый день по яйцу. Откуда они берут столько кальция для скорлупы? Для меня загадка. Я их не кормлю мелом.